Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем разбирать песню. Я писала в комментариях, какую же песню мне разобрать следующей певице Алена Швец, и вы очень многие написали, что разбери, пожалуйста, песню «Мальчики не плачут». Я занялась этим вопросом, изучила ее, разобрала самостоятельно и поняла, что есть несколько вариантов сыграть эту песню. Есть вариант посложнее, ну как бы посложнее, там просто идет баррэ, а мы изучали, что такое баррэ, поэтому обязательно посмотри предыдущий ролик, если ты до сих пор это не сделал, вот, и возвращайся, мы сегодня будем играть песню с баррэ. Но также есть легкий вариант при помощи Капа Адастра, поэтому садись поудобнее, бери инструмент в руки и погнали учиться играть песню Алена Швец «Мальчики не плачут». И перед тем, как ее разбирать, давайте ее сыграем. Он учился с тобой в одном классе, любил рисовать, не любил одноклассников, на портфеле прицеплен значок, ждет в коридоре звонок на урок. Хулиганы затащили после школы обманом, и на теле снова новые раны, затащили о его запястье спички. Подростки самые жестокие обидчики, на них синими глазами смотрят, и о помощи уже не просят, не имея права даже на слезы. Ведь мальчики не плачут, мальчики не плачут, ведь мальчики не плачут. Тебе издевайся, не может быть иначе, ведь мальчики не плачут. Разбор на укулеле. На самом деле два этих варианта отличаются только аккордами, а остальное все то же самое. В этих двух вариантах играется все на четырех аккордах, поэтому первый вариант, как играть эту песню. И первый аккорд, аккорд Б, мы зажимаем баррель на втором ладу, и четвертую струну на четвертом ладу. Далее мы зажимаем аккорд Р, по-другому Д, его мы ставим на втором ладу, второй, третьей, четвертой струне. Далее идет у нас аккорд Ф, диез, минор. Мы зажимаем на первом ладу третью струну, а на втором ладу четвертую и вторую. И четвертый аккорд, всеми нами любимый аккорд Е. Тут есть несколько вариантов. Как бы самое простое поставить баррель на четвертом ладу и не париться. А можно добавить к этому баррель на четвертом ладу, на седьмом ладу, первую струну. Б, М, Д, Ф, диез, минор, и мой любимый Е. Еще раз. Б, М, Д, Ф, диез, минор, Е. Это первый вариант аккордов. Разбор на укуляля. Во втором варианте у нас уже ставится каподастер. Что такое каподастер? Каподастер это такая штука, которая зажимается на грифе. Если у вас его нет, то самое время заказать на Алике за 50 рублей. То есть есть каподастер для гитары, есть каподастер для, собственно, укулеле. Ну, у меня, по-моему, для гитары. Я вообще не помню, откуда он взялся. Но, во всяком случае, если у вас его нет, вы можете играть первым вариантом аккордов. Или же загуглить на ютюбе DIY, как же сделать каподастер из карандаша. Спойлер получается так себе, но на первое время хватит, конечно. Но, во всяком случае, приобретите, пожалуйста, на Алиэкспресс каподастер. Во втором варианте мы его ставим на втором ладу. Отлично, ровно на втором. И уже у нас будут аккорды самые простые. Аккорд АМ. Аккорд С. Аккорд Е. И аккорд Д. Как бы у второго варианта есть плюсы и минусы. Плюс, если у вас есть каподастер, все очень просто. Минусы для моих взрослых пальцев не очень удобно играть на... Вот тут как-то что-то делают как-то... Ну, поэтому дело ваше. Вы можете играть с баррэ, можете поставить каподастер на втором ладу и не париться в принципе. Теперь мы разберем с вами перебор. То бишь арпеджо. И бой. В обоих этих случаях мы играем на первые четыре строчки переборчик. Переборчик очень простой. Ну, я буду показывать на первом варианте, конечно, аккордов. Перебор у нас будет следующий. Четыре, три, два, один. И мы повторяем два раза на каждый аккорд. То же касается, когда мы будем играть аккорды с каподастром. То есть там то же самое. Этот перебор мы повторяем два раза на каждый аккорд. До слов хулиганы. Со слов хулиган у нас уже будет бой. Но это чуть-чуть попозже. Давайте соединим слова, аккорды и перебор. Он учился с тобой в одном классе. Любил рисовать, не любил одноклассников. И на портфеле прицеплен значок. Ждет в коридоре звонок на урок. Что касается боя. Бой на самом деле супер простой. Мой любимый. Бой будет следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. И он будет повторяться в припеве, во втором куплете. И опять же в припеве. То есть на первых четырех строчках мы играем перебор. Потом у нас идет бой. В припеве опять у нас идет бой. Во втором куплете у нас опять идет бой. И в припеве опять же идет бой. И если у вас возникают трудности, что вы ничего не понимаете. Поэтому, как всегда, раздаточный материал там в описании. Вы его откройте, прочтите и все поймете. Памс. Вот и все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Также не забывай писать в комментариях, какую песню мне разобрать следующую. Вы понимаете, да, что это система рабочая. Пишите, что хотите разобрать. Я смотрю, что, да, действительно, это интересно многим людям. И я разбираю. Поэтому не забываем про это. Пишем в комментариях. Пишем предложения, отзывы, пожелания. Что хотим, то пишем. Обязательно отвечу. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Ведь мальчики не плачут, мальчики не плачут, ведь мальчики не плачут. Тебе издевайся, не может быть иначе, ведь мальчики не плачут.